Королевский замысел в традициях классики. Они все были воспитаны на лучших традициях итальянского ренессанса. Почему замолчали музыкальные часы на фасаде? Так народ уверен будет, что если часы здесь показывают время мира, то я должен знать тоже какое. И что изменилось за более чем полвека на главной почте страны? Современный письмосортировочный комплекс, который способен обрабатывать 45 тысяч писем в час. К юбилею Минского почтамта. Специальный репортаж корреспондентов агентства теленовостей. Пишите письма. Смотрите прямо сейчас. Палаццо Полей или Эрмитаж. Как неудивительно это звучит, но многие находят сходство этих памятников архитектуры именно создания Минского почтамта. Гзитной карточке по сути всей белорусской почты 28 марта исполнится ровно 60 лет. Это здание появилось одним из первых в разрушенной после Великой Отечественной войны белорусской столице. Минской почтовой конторе тоже во время войны уцелеть не удалось. Ее функции вплоть до 1952 года выполняло маленькое отделение в здании на пересечении улиц Энгельса и Кирова, рассказывает Лидия Тумилович. Ныне главная хранительница истории почтамта. Когда-то работе там она отдала почти 20 лет. Теперь на основе своих воспоминаний проводит экскурсии в музее, идейным вдохновителем создания которого была и сама. Здание это красивое, четырехэтажное здание. Архитектура изумительная. И здесь уже строится все для того, чтобы разместить цеха, участки, которые могли бы обрабатывать это. Почтамт. Что такое слово почтамт? Это управление всех почт. Мало кто знает, но первый эскиз послевоенной планировки Минска появляется уже в 44-м. Над новым обликом начинают работать белорусские архитекторы с дипломами вузов Москвы и тогда еще Ленинграда. Среди них Владимир Король. Уроженец белорусского Червеня в 1945-м становится руководителем архитектурно-планировочной мастерской Института Белгоспроект. Параллельно с работой спустя два года начинает преподавать в Политехническом институте. Сегодня в альмаматор создавать новые архитектурные формы студентов учит уже ученик Владимира Короля Вячеслав Чернатов. Карандаш вечно был всегда заточен в руках, острый глаз, точные формулировки. Владимир Король вместе с коллегами, такими же, как сказали бы сейчас, креативными архитекторами своего времени, разрабатывает план застройки центральной части столицы. На проспект выносились наиболее значимые здания, которые могли бы создать какой-то такой ансамбль. Интересно, вся композиция этого же проспекта была такая, это цепь площадей. Центр Минска решено было застраивать в основном четырех-пятиэтажными зданиями. Они руководствовались не в последнюю очередь соображениями экономии и бережливости. Однако даже такой посыл не помешал архитекторам применить на практике классические мотивы. Не классика, классика. Они все были воспитаны на лучших традициях итальянского ренессанса. И проспект после военного периода, он тоже где-то ввел перекличку. К примеру, ту же ордерную систему в колоннах каримского стиля главпочтамта и отразил Владимир Король, получив персональный заказ на разработку проекта этого здания. Были еще и скульптуры на фасаде, согласно первоначальной задумке архитектора, но появиться им все же было не суждено. В чем отличается? Вот проект на задание, чертеж, вот уже от рабочего проекта. Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного архива научно-технической документации. Пожалуй, знание истории строительства почтамта может составить серьезную конкуренцию даже ученикам Владимира Короля. Помимо скульптур, оказывается, были еще и часы, но идея архитектора со временем почему-то не прошла. На этих чертежах мы видим, как создавался проект этого здания и видим изначально замысел автора. Он был немножко другим по сравнению с тем, что мы видим сейчас, когда здание построили. В ее распоряжении не только чертеж на кальке, но и более десятка фотографий самого Владимира Короля и его детища. На одних почтамт еще в лесах, на других уже готовый объект. Но вместе с этими снимками хранят и фотографии другого минского архитектора Абрама Григорьевича Духана. Помимо этого заказа у Короля были уже и другие обязанности. Он возглавлял управление по делам архитектуры при Совете министров БССР. Большая занятость, скорее всего, и не позволила ведущему архитектору заниматься рабочим проектированием почтамта. Эту миссию возложили на молодого специалиста Абрама Духана, который, защитив диплом Московского архитектурного института, возвращается в родную Минск. Семья Духана покинула столицу в начале войны. В Бишкеке 18-летний Абрам поступает в находившийся там в эвакуации Харьковский медицинский институт, решив продолжить семейную традицию. Отец Духана, Григорий, стоял у истоков белорусского советского здравоохранения 20-40-х годов 20-го века. Но уже через год желание творить одержало верх. Молодой человек забирает документы и становится студентом архитектурного факультета. После возвращения в Минск в 1949-м Абрам Духан и начинает работать над зданием почтамта. Декор классический, ренессансный, он его применил уже к этому. И король согласился. Видения опытного мастера и идеи молодого специалиста в итоге слились воедино в архитектуре здания почтамта. Но если историки это сотрудничество находят вполне понятным и объяснимым, то вот у жителей Минска начала 50-х такое разделение обязанностей вызывало недоумение. В начале 50-х на театральной сцене столицы с успехом шел шекспировский «Король Лерб». Забор, который окружал площадку строительства почтамта, стал одним из мест для размещения афиши постановки. Плакат «Как нельзя» лучше позволил выразить сомнения в авторстве короля. Каждую ночь последняя буква в названии спектакля исчезала. Место «Р» занимал вопросительный знак. Кто же так упорно настаивал на альтернативной версии, осталось неизвестным. Правда, последствия слухов о том, что Владимир Король не занимался проектом, все же нашли отражение. Табличка на фасаде почтамта отдает пальму первенства Духану. Это ошибка. Рабочее проектирование к авторству не имеет никакого значения. Да, Абрам Григорьевич помогал. Помогал, делал рабочие чертежи. Но замысел-то был королевский 46-го года. Поэтому то, что там табличка появилась, ее надо поправить. То, что авторство проекта все же за королем, уверены Вальмена Ладов, близкий друг Абрама Духана. О том, как шло строительство почтамта, Вальмена Ладов узнавал не только по рассказам друга. Он проходил практику в этой же мастерской. Именно ему поручили придумать рисунок на полу круглого зала и некоторые элементы лепнины над люстрой. Кстати, эту люстру выполнило по спецзаказу Министерства связи СССР. За основу взяли люстру в Доме Совета в Москве. Она весит почти полтонны и хоть выглядит латунной, на самом деле бронзовая. Купол вот этот сильно отражает. Если вы в центре идите говорить, получается эхо. Так вот эта люстра еще служит своего рода каким-то экраном. Она висит на трассу и опускается. Прямо под главной люстрой почтамта установлен специальный знак. От него идет отчет расстояния до других городов. И только на первый взгляд мини-монумент не сдвинуть. На самом деле он легко уходит в сторону, если люстру собираются почистить или заменить лампочки. Почтамт создавали практически вручную. Архитекторы уверены, возвести такой объект удалось не только благодаря мастерству проектировщиков и строителей. Для людей это было больше, чем просто здание. Это был шаг в мирное, послевоенное будущее. Шаг длиной в четыре года. В 1955-м почтамта открыли. Мы говорим, что в почтовой конторе 500, а сюда переехало, здесь еще и тысячи не было. Если посмотреть документы, вот в 1959 году, я перелистывала, в 1959 году было 1700 работающих. А если в 80-х годах, около 5000. Богатая отделка круглого зала почтамта вызывала смешанное чувство. Как создали такое великолепие в непростые послевоенные годы. Но изумрудные колонны вовсе не малахитовые. Это искусственный мрамор. В конце 70-х, во время реконструкции, их обновляли. Но под чутким контролем самого автора почтамта Владимира Короля. Поцарапали ее сильно. Мы покрасили зеленой краской. И вот король нас заставил снять всю краску. Мы еле нашли специалиста. Он шлифовал два месяца руками и восстановил эти восковые колонны. Почтамт занимает целый квартал. Длина здания 110 метров. Плюс боковые фасады и ротонда, скрытый от глад. Купол в послевоенной архитектуре Минска впервые применили именно на почтамте. Часы, как и задумывал Владимир Король, на здании почтамта все же появились. Правда, лишь в середине 60-х. И созданием циферблата занимались уже другие специалисты. По часам мира можно узнать время не только в Минске, но и в десятках городов. В Ванкувере, Мехико, Рио-де-Жанейро. Странно представить, но однажды в здании раздался звонок. Жительница Минска хотела срочно узнать, сколько времени в Риме. И, как ни странно, ответ на свой вопрос она получила. Узнавать время в итальянской столице тогда пришлось главному инженеру, почтамту Александру Малыко. Так народ уверен был, что если часы здесь показывают время мира, то они, я должен знать тоже какое. Часы мира пошли в мае 1961 года. Толпы минчан собирались перед почтамтом, чтобы своими глазами увидеть этот механизм. Чуть позже он еще и зазвучал. Один из сотрудников почтамта создал электронную версию музыки Владимира Оловникова к песне «Радима моя дорогая». Мелодия играла каждый час. Горожане посчитали место под музыкальными часами почтамта особенно романтичным и стали назначать свидания. А вот постояльцы гостиницы, расположенные напротив, наоборот, стали жаловаться. Сперва часы перестали играть по ночам, затем мелодии убавили звуки днем. А в начале 70-х голос почтамта и вовсе умолк. Внутренний интерьер почтамта перед Олимпиадой 80 дополнили красочными витражами. Причина была вполне обыденная. Окна выходили во внутренний двор и похвастаться площадке было явно нечем. Несмотря на то, что витражи были отнюдь не дешевым удовольствием, их все же решили установить. Витражи тогда еще в 1980-м установили тоже с одобрения архитектора почтамта Владимира Короля. Они создали дополнительный свет. А вот разноцветное стекло особенно искрится, когда загорается люстра. В конце 2013-го витражи обновили. Деревянные окна уплотнили дополнительным стеклом, аккуратно установив уже в раму ПВХ. Долго искали специалистов для реставрации витражей, поскольку пришлось восстанавливать свинцовые спайки между элементами витражей, утращенные элементы стекол. Помимо круглого зала, клиенты почтамта могут попасть к телеграфной и посылочной. Внутренние интерьеры помещений претерпели не так много изменений. На потолке телеграфного зала все та же лепнина, бережно обновленная в 1980-м году при участии короля. Разве что таких электронных табло и оборудованных мест с компьютерами и с выходом в интернет не было ни 35 лет назад, ни уж тем более в 1955-м. Более современно выглядит посылочный зал. Ежедневно сотрудники обрабатывают сотни посылок белорусов. Ежедневно вот наше здание почтамта именно по получению услуг почтовой связи получает где-то порядка 10 тысяч клиентов. Раньше вся сортировка корреспонденции происходила в здании почтамта. Теперь же после первичной сортировки и письма отправляются на так называемое производство «Минская почта». Оно находится не так далеко от здания почтамта, рядом с вокзалом. Там обрабатываются письма, доставленные и со всех почтовых отделений столицы. И делают это сегодня уже не люди, а машины. Первый письмосортировочный комплекс в стране установили относительно недавно. Способен обрабатывать на каждой машине 45 тысяч писем в час. На сегодня здесь обрабатывается вся письменная корреспонденция, которая у нас проходит по всей стране. То есть письма, которые направляются, например, из Бреста в Витебск или из Гомеля в Могилев, они приходят все сюда. Обработку на письмосортировочных машинах и направляются конкретно уже обработанные и рассортированные до доставочного участка. То есть, если проще для понимания, это до сумки почтарьона. На мониторе умного комплекса отображается количество писем и процент конвертов, прочитанных без каких-либо затруднений. Трудно поверить, но совсем недавно вся эта корреспонденция обрабатывалась вручную. Оператору приходилось читать каждый конверт, раскладывать по нужным ячейкам, то есть по направлениям назначения. И если сотрудник еще догадается, несмотря на неразборчивый почерк отправителя, скупость данных, отсутствие индекса, куда адресовано это послание, даже если дедушке Морозу от Машеньки был и такой случай, то вот машина работает строго по алгоритму. Машина читает адрес, написанный либо вручную почерком человека, либо это печатным способом нанесено. Машина сначала производит фотографирование, и потом уже система криптографии работает с электронным образом этого письма и сравнивает те символы, которые распознала с базой данных, уже внесенных адресов всей Республики Беларусь, получателей письменной корреспонденции. Письма сортировочных комплекса, а сейчас это три машины, установленные на производстве Минская почта, в будущем появятся не только в столице, но и в регионах. Более того, по последнему слову техники планируют автоматизировать еще и обработку мелких пакетов, посылок и флет-отправлений. Такой путь проходит письмо от почтамта до адресата. Правда, для клиентов здания с колоннами все это остается за кадром. Главное для них это то, что может сделать почта сегодня. А это, между прочим, более 60 абсолютно разных услуг. Конечно, в операционном зале для удобства клиентов есть и электронная очередь, в том числе и платежно-справочный терминал. А сегодня по всей стране установлено более 900. Это сейчас специалистам почтамта помогают компьютеры и платежные терминалы. Но наши почтальоны не растерялись и активно принялись за свою работу даже в 1944. И когда 3 июля освободили Минск, 8 июля вышел приказ. А 20 июля уже работало 6 отделений связи. Где организовали связь? Вот в домиках 5-6 отделение. 5 отделение, обратите внимание, там, где у нас сейчас находится здание филармонии. Стояло 5 отделение в обыкновенном простом домике, где не было ни освещения, где был холод. Из дома несли ручки, столы, стулья и начинали работать. Потому что в то время все ждали писем. Каких писем? Солдатские треугольнички. Для гостей почтамта сотрудники запросто проведут обзорную экскурсию. Говорят, иностранцы заходят часто, чтобы удовлетворить любопытством, что же скрывается в здании с колоннами и искусной лепниной. Фотографируются и обязательно выбирают что-нибудь на память, открытку или марку. А вот многие минчане, как заметили сотрудники почтамта, все платежи часто оставляют на выходные. И не потому, что главная почта города работает в субботу и воскресенье, что очень удобно, а у людей явно будет больше свободного времени. Просто даже сейчас для некоторых минчан по-прежнему поход в почтамт сравним с визитом в музей. Что же касается корреспонденции, то вот он парадокс. С появлением почты электронной, традиционных писем не то что меньше не стало. Их сегодня гораздо больше, чем раньше. И даже в 21 веке, говоря, пишите письма, мы все равно представляем сразу отнюдь не монитор компьютера, а обычный листок бумаги и ручку.